Так, отлично. Вот проектный каталог Арта Венециана, о котором мы сегодня хотели говорить. Что такое Арта Венециана? Те, кто еще не сталкивался с этой фабрикой, мы, конечно же, проведем, сейчас побольше людей еще соберется, потому что прислали сообщение, что просит чуть-чуть подождать. То есть, сделаем небольшую вводную часть о фабрике, еще в принципе о том, что делает эта фабрика, но уже вот на этой фотографии вы можете увидеть двух хозяев, молодых хозяев фабрики, Никола Цзанин и Александр Цзанин, два брата, это семейный бизнес, существует фабрика уже очень много лет и поколений, и те самые традиции конца XV века, родившиеся в Венеции после того, как стали делать прозрачное стекло, после того, как зеркало стало тем зеркалом, о котором мы сейчас с вами имеем такое определенное понятие, и другого зеркала себя не представляем, все это вот венецианцы дали миру, и сначала это были предметы роскоши, собственно, и до сих пор реплики или же оригиналы венецианских настоящих зеркал являются антикварной уже редкостью и роскошью, действительно, и фабрика изначально занималась тем, как многие стекольщики и венецианские мастеровые по резьбе, тем, что делала венецианские традиционные зеркала. Это связано, повторю, прежде всего с теми замечательными технологиями, которыми сейчас обладает, к сожалению, уже только как индустрия фабрика арта Венециана, это вот эта вот ювелирная резка по стеклу, машины, ручной труд, на которых резчики освоили более, конечно, такие ускоренные сроки, благодаря тому, что появилось в один прекрасный момент электричество, машины чуть-чуть быстрее заработали, и, в общем, стал этот труд немножко легче, но, тем не менее, это огромное мастерство, которому люди после лицея венецианского артистического, либо после академии, те, кто хочет художники поучиться, этому мастерству, шли в школу речков по стеклу венецианского и обладевали этой такой хорошей, высокооплачиваемой специальностью. Но, к сожалению, сейчас в фабрике даже неоткуда брать следующие уже поколения рабочих, кроме как учить самих, потому что более десятилетий назад эта венецианская школа резчиков по стеклу закрылась, потому что не собирала просто учеников, просто никто не хочет уже руками работать. И потом история современной Венеции, она всем известна, эта тема была бы уже для отдельного семинара, и экология, которая разрушает прохождение судов и прочее, прочее. И действительно, что народ в целом в мире не хочет руками больше работать, и многие такие вещи, как даже культурное достояние, казалось бы, мировое, казалось бы, что Венеция, в общем, один из символов миловой культуры, и те самые зеркала, и украшения, и стиль, такое удивительное смешение стилей, и все то, что для нас ассоциация Венеции, все это, к сожалению, останется уже такой, как отходящий памятник. Так что сейчас вот эти ребята, которых вы видели на фотографии, они, во-первых, конечно, стараются сохранить то, что есть, и вот это мастерство, которое пока остается хотя бы в рамках вот этого большого мебельного, светового и проектного ателье под названием «Арт Венециана», и вы видите вот сейчас фрагмент современной ванной комнаты, где показан резной такой фасад, традиционная резка по стеклу, венецианская применена к такой уже адаптированной под современный интерьер, тумбе. Вот, и чтобы не думать только о том, что вот мы последние из магикан, и на нас все закончится, нет, фабрика пытается, купив лицензию, учить новых учеников, но учеников приходят за последние несколько лет только двое, но в любом случае все то, о чем мы хотим сегодня говорить, это то, что вот эти вот умения и навыки, которые фабрика может, с чем фабрика может похвастаться, они применяются сейчас для коллаборации с современными архитекторами, так же, как и ставилась резчиком задача когда-то, вот вы видите, например, в этом проекте сочетание таких ардекошных мотивов, стали и люстры радиационника, которые вы находитесь в традиционных каталогах по свету, и, собственно, это одна из удивительных люстр, вот мы вам потом можем ее показать, если кого-то заинтересует в каталоге, с этого вам обратить внимание, это уникальная люстра венецианская овального сечения, она не с симметричной вот круглой формой, да, а именно речь идет о том, что здесь овальное сечение, и в данном случае она прозрачная, эта люстра, так как она оригинально была сделана для Палаццо Рецоника, Ка Рецони, это музей сейчас на Гранд-канале, и откуда берется вот это вот название, люстр Рецоника, да, это люстры, которые были применены как элементы декора, прежде всего, интерьера в дневное время, потому что они, помимо того, что в них потом вставляли свечи, конечно, вечером, это было очень удобно, они в дневное время были красивыми украшениями интерьера как такового, и, собственно, и остаются таковыми, поэтому те, кто вот фанаты эклектики, они могут брать и пользоваться как арт-объектами, репликами этих самых люстр, и еще новшество, в принципе, венецианцев в данном случае, вот у нас есть целый световой отдел, световые специалисты, вот Александр Савельев, который вместе с его коллегой Александром по Артемиде проводили в прошлый раз вебинар, и он тоже был очень восхищен, я помню, вот этим знанием, что, в принципе, все современные люстры, сама идея нанизывания на структуру каких-то вот частей, да, в данном случае изначально это были стекляшечки, бусы вот эти стеклянные, потому что единые вот эти структуры были тяжелые, были бы очень тяжелые, невозможно было бы реализовать их, и хрупкие, и вот венецианцы придумали нанизывать вот эти украшения на структуру, сопридавать этой структуре разные формы такие, и вот, собственно, это, если сейчас просмотреться к любой люстре, современной практически, вот это вот, такой последователи вот этой идеи, да, которую дали венецианцы. Ну, аналогия совершенно научно обоснованная, у нас была целая лекция на архишколе, и мы рассказывали, наш приезжал арт-директор Джованни Лука Феррери, как раз один из тех людей, который пропал на арт-венецианных как минималист и стал работать с этими вот материалами волшебными и техниками, и, собственно, даже тема вот этого семинара, о котором мы говорим, это навеяна отчасти раздумьями над той коллаборацией, которая случилась у арт-венециана с разными архитекторами современными, начиная от Филиппа Старка, который очень многие проекты тоже выполняет, свои на арт-венецианную, от Джованни Лука Феррери, такой большой любитель и поклонник Карла Скарпы, он профессор Миланского университета, сам учился в Венеции, и у него целая серия есть вещей, и вы тоже можете увидеть, это именно у Маш Карла Скарпа и его каким-то приемом, но это уже тоже отдельная лекция. Я немножко вот на этой странице задерживаюсь, эта страница, вы видите, это оглавление этого каталога, и вы видите, какую широкую возможность уже практически стандартную, фабрика дает вам как проектировщикам для того, чтобы найти для себя то, что можно взять там не обязательно целым интерьером, как первый раз делал, посмотреть и просто просить повторения, но и взять отдельные архитектурные элементы. Те, кто с фабрикой уже работает какое-то время, знают, что каталог архитектурных элементов и эта коллекция, она существует уже у фабрики какое-то время, несколько лет, и вы можете с кодами выписать себе те или иные двери, ручки, бойзери, капители, элементы декора, и использовать их частично, просто для украшения того или иного интерьера, который может быть совсем даже и не будет связан с реализацией на арте Венециана под ключ вашего интерьера, хотя это абсолютно возможно, потому что пути как раз, пути как раз очень много сотрудничества с арте Венецианой и с этими вот художниками венецианскими, которые умеют делать абсолютно все, потому что те из вас, вот у нас среди слушателей есть несколько человек, которые бывали на фабрике, и они видели, что, конечно же, мы прежде всего говорим о том, что нет больше ни у кого, это вот эти вот уникальные резчики и уникальные создатели каких-то фактур стеклянных и так далее, то есть это вот в принципе у других фабрик уже закончилось, и может быть только отдельные мастерские еще что-то делают, но это разрозненные и какие-то несанкционированные, может быть, ну не то, что несанкционированные, неправильное слово, не лимитированные по времени или там по, каким-то более широким возможностям без коллаборации там с другими мастерами, которые могут другие операции делать какие-то действия, а здесь вы присылаете свой заказ и в регулярные сроки получаете индивидуальные вещи. И вот вернусь к началу фразы, приезжая на фабрику, вы видите и столярное производство, и раскройку дерева и стекла, и раскройка эта происходит на машинах, которые запоминают изначально размеры вашей раскройки, поэтому если когда-то там вы повредили какой-то фасадик и бойзри, вы присылаете заказ, свои замеры, и контрольно сверяется еще и со стороны машины, потому что в памяти машины до 50-75 лет может храниться информация о выполненных раскройках. На это все вот хозяева вложились, когда новую фабрику строили, вот те, кто был уже в новом помещении, там 3000 метров, включая шоурум, и побывать там очень так убедительно, и как раз набраться идеей. И вот мы вам показываем раздел каталога, именно архитектурного, где помимо всего того, что вам можно от и до весь интерьер сорта Венециана выполнить, несмотря на то, что это могут быть не только стеклянные вещи, как я сейчас сказала, или резные, но и взять эти предметы отдельными элементами, то есть пустить где-то по кромке вместо традиционного карниза или плинтуса, пустить вот такую вот полосочку резного красивого стекла, причем декоры вот здесь вы видите стандартные, а в принципе этот вариант может быть и выполнен по вашему рисунку и так далее. Панели буйзери, вот видите слева в превьюшке, это мы сейчас вот останавливаемся так специально на картинках каталога, чтобы вы запомнили, что у вас есть оглавление с картинками. И вот эти вот картинки каталога, с чего начинается каталог, почему фабрика просит еще пока его как бы не рассолать, никуда не выкладывать, потому что эти картинки могут впоследствии, не могут, а они будут впоследствии заменены на реальные фотографии, здесь вот несколько картинок попадается в виде рендеров, вы просто как профессионалы можете понять, что здесь происходит, потому что очень хорошего качества все равно, конечно, изображение, и это совершенно уникальные, ниоткуда не взятые модели, это придуманы вашими коллегами, архитекторами в данном случае, что здесь происходит. То есть здесь, конечно, вот эта тема роскошная, которая несколько лет назад стала очень модна на рынке, тот сочетание разных фактур, какой-то благородный металл, предположим, в данном случае, латунная, такая вот отделка дерева, это все выполняется непосредственно на фабрике, потому что это все нестандартные вещи, естественно, там металлические части заказываются, потому что нет металлургического своего цеха, это ясное дело, но все столярные вещи и вот работу по металлу можно увидеть. Иногда вот те, кто приезжает на фабрику, видят как их индивидуальная дверь, вот как вот здесь вы видите на картинке со специальными стеклами, специальной резкой, это вот у нас несколько видов резьбы существует, подходов и приемов, как художники работают. Это можно увидеть в видео, мы посмотрим сайт фабрики, и я вам обращу ваше внимание, там и по нашим ссылкам можно зайти на все видео и странички фабрики, фабрик, который мы представляем, и также можно посмотреть и на сайте фабрики, поскольку вот у нас 27 фабрик в общей сложности, вы можете, если даже что-то там по бюджету не проходит и так далее, да, вот можно обратиться тут же на нашем сайте, поискать по группе товаров на какой-то более такой простой заменитель, функциональный, я имею в виду. Ну, конечно, ничто не заменит, вот в данном случае вы видите, вот эти вот а-ля металлические фасады, это все ювелирная резьба по стеклу, потом нанесено зеркало и частичное старение, потому что вручную мастер из таких вот специальных, как опрыскивателей стекла, тоже можно это видео увидеть, плевизатора, да, задает временное старение теми или иными солями, создавая реальный какой-то или нереальный режим старения на каких-то частях, можно даже поиграть цветом, вводя пигменты, ну, в общем, фантастическое какое-то действие происходит, и в результате получаются вот такие вот вещи. И здесь, если говорить вот про тему нашего семинара традиционной венецианской технологии, здесь не используется никаких особо новых технологий, только о том, что просто люди переосмысливают свое умение и применяют там, ну, не плачут, что вот там у нас осталось всего шесть резчиков, сейчас вот мы закончимся и все. Нет, они просто продолжают жить, там, так же, как у нас в свое время, сказали мастера там, на Лориджина, которые стали делать Айтерну в свое время, и вот другие вещи в современном стиле, из дерева, из столярной доски традиционно, но они говорят, что мы живем как деревянщики, как краснодеревщики, как столяры традиционные, но только в современном мире. Если раньше мебель была исторических стилей определенных, то, что сейчас называется, ну, то, что сейчас уже является антиквариатом, потому что, конечно, в Италии нет понятия классика, там есть вот новая классика, да, понятия или новые старые вещи, да, вот у нас классика называется все то, что в основном там с веленками, да, из дерева сделано, там классика – это антиквариат, поэтому есть история просто антикварных рынков, но при этом, сами понимаете, что очень многие люди, вот, например, включая меня, я, например, не очень готова пользоваться там чьими-то старыми тумбочками или что-то вот такое, но если мне нужно поддержать где-то интерьер, я, скорее всего, обращусь к традиционным столярам из Басана, такие как вот Лориджин, опять же, и попрошу у них, чтобы они сделали своими руками какую-то настоящую деревянную вещь, там, в классическом или в современном каком-то стиле, но это уже будет моя вещь. То же самое, что происходит, например, на арте Венециана, что никто не говорит, что это новые технологии, вот, предположим, резьбы, вот вы видите, если видите, вот мою мышку, здесь вот красивый декор, который пришел совсем, мы сейчас увидим еще, он будет повторяться, это по мотивам украшений фасадов дворца Дожи, в свое время Джованни Лука Феррери дал вот такой декор в гардеробные серенисимы, он у нас повторяется. И вот здесь вот эти вот кружочки, например, по периметру, по окружности вот этой вот детали, это каждая сфера, вот те, кто был на фабрике, видел, что мастер вручную это вырезает, и каждая сфера, каждое углубление должно быть сто процентов идентично близлежащему, потому что иначе вот эти отражения кружочков будут выглядеть по-другому, и вот эти вот все действия пропадет, то есть они будут просто неровные, как будто хаотичные вот эти вот шары. И, кстати, вот сейчас уж забегая в тему нашего семинара, опять же, вебинара, каким образом можно удешевлять вещи в проектах, то есть вот, предположим, если вы готовы обойтись без этих резных кружочков, да, или, предположим, туда какой-то более простой по исполнению, по трудоемкости декор вставить, то, соответственно, эта проектная история несколько удешевляется. Поэтому фундаментально знать про арт Венциана, что помимо того, что здесь абсолютно все практически можно обсудить и найти решение реализации, здесь это один из тех производителей, пожалуй, единственный, наверное, который я знаю, где вы говорите свой бюджет, и вы согласовываете то, что... То есть индивидуальность исполнения или даже изменение вещи там под размер или по какому-то, там, не знаю, декоративному принципу очень часто ведется с собой только и упрощение по цене. Поэтому, конечно, те, кто подсаживаются на работу с арт Венецианой, начинают уже потихонечку верить в то, что бывает и удешевление за спецразмер, здесь, конечно, для них вот те самые люди, которые они нашли. Вот, посмотрите, вот сюда, это не металлическая стена, это зеркало, сделанное уникальное... Вот такой подход частичного заполнения стеклянного полотна, зеркальной поверхности и старение последующее, видите, как красиво, кажется, металлическая история. Нарочно останавливаюсь на тех картинках, которые реализовываются, ну, как всем нравится очень. Вот вилла в Баку выполнена, не дают снимать очень часто все интерьеры, понятным причинам вы все это знаете, как это бывает. Вот, но вопрос в том, что... Вы видите, здесь что, здесь очень много сочетаний разных материалов, тут от пола до выполненной в технике диаманта, мы посмотрим тоже кусочек видео, потом вот консоль знаменитая, эйфель, и люстра, например, также реализованная по проекту Джованни Лукаферери на арт-венецианная, очень всем нравится, она есть, кстати, в одной из вариаций в каталоге, в стандартном уже каталоге, и вот эти вот таканчики, красивые плафончики, выполнены из медицинского стекла, и сама вот эта вот структура, то есть это некое сочетание того, о чем я говорила, о любви к Скарпи, Джованни Лукаферери, к его каким-то формам и фактурам, и в то же время, если провести параллели и вспомнить его лекцию, которую мы проводили на архишколе, это вот та самая современная люстра риционика. Вот, еще одна вещь, те, кто был несколько лет назад на выставке в Милане, даже фабрика воссоздавала часть вот этого интерьера, потому что понравился сам проект, и как он был реализован. Вы видите здесь, что было придумано, и от чего люди, собственно, открывали рты, потому что здесь мы видим панели стеновые бузыри, они сделаны двусторонние, они абсолютно двусторонние были, ну, для выставки, да, и они могут быть таким же образом и односторонние. База, стекло, деревянные рамы, все это выполнено на арт-венцианом. Декор тоже двусторонний, наклеен на деревянную раме вот эти вот резные элементы, абсолютно симметричные, на обе стороны света вы видите здесь. И, опять же, это могут быть отдельные элементы, которые вы просто на своих стенах разместите. Это вот что можно сделать на базе этой картинки? Заказать практически любой элемент просто отдельно. Не обязательно думать о целом интерьере. То есть если вы хотите дверь, которая, например, выходит в красивую гостиную, а за ней, или там в красивую спальню, а за ней просто будет следующее помещение, где не так важна красота обратной стороны двери, вы можете только одностороннюю тут перезаказать. Вы можете заказать вот эти вот прекрасные элементы, зеркальные в раскладку пола, например, потому что там со сферическими декорами были вот эти вот квадратики, часто заказывают, ну сейчас, конечно, это больше относится к южным регионам, к восточным странам, там даже в торговые центры роскошные, в рестораны и так далее, вот такой вот декоративный эффект, это стекло может быть с любым декором. И в данном случае то, что спрашивали часто, не боится ли это паблуков, нет, это не боится, потому что можно заказать закаленное стекло, естественно, для общественного интерьера, просто так как его вырежут, то, соответственно, все это дело закалят, и можно будет ходить по этому полу смело. Еще один очень важный вариант, это вот эти вот карнизики, они пометровые, так как профили картинные практически, они же прекрасно могут быть обрамлением бузырей, потолка и так далее, ну, в общем, применяйте их где хотите, будучи архитекторами, дизайнерами. Вот красивая тема, которая тоже стандартно вошла в каталог освещения, у нас теперь вот на сайте, если вы посмотрите, просто есть раздел свет, и там освещение от технического макролюкса до артемида и вот таких вот венецианских фонарей именно в каталоге арта венециана вы найдете. То есть это классические венецианские фонари, просто на современный лад. Здесь реализация еще дверей, и вот в данном случае это интерьер лифта, тоже не дали вот здесь, к сожалению, снимать. Вот, и здесь мы видим смешанная техника, резьба некоторых элементов на станках моллами, увидим потом кино, здесь же и фрагмент ручки, и вы видите вот эти вот высокие полотна, алмазной граверной ручкой выполнена техника. Тоже у нас есть два мастера, включая вот знаменитого Франческо, которые освоили и довели вот эту вот граверную ручку до такого торжества вообще росписи по стеклу, что можно любой вот элемент разрисовать, ну, передать любую вот практически картину. Я вам сейчас покажу там один пример, фантастический совершенно, он есть в этом проекте. Что мы видим здесь? Ну, помимо стола арта венециановского, стульев, вы видите, гостиная оформлена здесь для современной кухни. В принципе, саму кухню вы тоже можете реализовать на арта венецианах, потому что те, кто приходил на стенды последних лет, иногда видели уже кухни, там один год уже даже была кухня, на которой готовили вечерами мы спагетти, и она функционировала. Что здесь стало, что здесь произошло? Здесь очень красивым таким вот такой плашечкой, видите, по топу отбортован, ну, просто декоративный такой элемент пущен, и больше здесь ничего не произошло на арте венецианах. В принципе, совершенно вид кухни меняется, то есть она приобретает другое значение, в прямом смысле роскошное, потому что это реализация роскошного совершенно элемента на ручном станке. Здесь видите тоже примеры вилла Ревальто, реализованная в 16-м году. Это венец эта вилла находится, и если вы посмотрите, там, вот тут узнаете, те, кто тоже был на фабрике, и одно время было воссоздание камина, сделано вот этого на фабричном шоуруме, и в камень над камином врезано заподлицо резной вот этот вот зеркальный декор, это было очень красиво. Всех им, конечно, очень нравятся вот эти двери, это тоже была разработка для этого интерьера художниками-архитекторами на фабрике, и реализация тоже произошла на фабрике, это вот, что называется, проект «Прод под ключ». И здесь была у заказчика идея примерно стилистическая, что он хочет, но сейчас, вы знаете, сейчас мир коллекционного дизайна, индивидуального какого-то интерьера, те, кто хочет сделать что-то для своего дома уже осознанно и по собственному какому-то желанию надолго, может быть, обращаться к таким, к каким-то вещам, которые, ну, если бюджеты позволяют, или же наоборот, можно что-то, какие-то элементы украшать, взять, но для тех людей, кто хочет вот реализовать свой дом, как интерьер с коллекционным дизайном, предметом, и, пожалуй, вот «Арт Винцан», тут тоже вам в помощь, потому что вплоть до того, что вы сами, как проектировщики, как архитекторы, можете задумать какой-то предмет и реализует его «Арт Винцан» точно по вашему проекту, вы туда приедете, обсудите, и все. Сейчас меня все слышат, все нормально, потому что у меня появился значок, что с интернетом что-то. Нормально все слышно? Вот, и вы обсудите с художниками, как будут выглядеть ваши предметы, вот начинается все со скетча, и вместе с Джованни Лук Феррери, вот он разрабатывал, например, до этого проекта уже финальные чертежи по задумке местного дизайнера, просто, видите, от скетча до реализации каких-то вещей. Здесь мы видим крупнее вот эту ювелирную работу, врезка именно в мраморную плиту произошла, это тоже все на фабрике случается, то есть мастера как инкрустацию такую ювелирную сделали, то есть вот, пожалуйста, такое может быть. Тот проект, который обязательно хочется вам показать, он тоже сейчас нашел массу поклонников, и у нас есть в разработке несколько кухонь и шкафов с этой идеей. Значит, что здесь происходит? Здесь мы видим знаменитую гравюру де Барбари, того человека, который нарисовал первую карту Венеции, то есть эта гравюра, реальная карта Венеции, это первая карта Венеции, собственно, Венеция не очень сильно изменилась, можно укрупнять эту гравюру и находить личные места. И на канале Джудек были куплены апартаменты определенными гражданами, это итальянская семья, и вы видите, что здесь происходит, это рендер, но это уже реализованный проект, и в момент какой-то там строительства мы там были, значит, все монументально там происходило, и эта кухня и часть интерьера осознаны и для шоурума, паприки в результате. Гравюра венецианская перенесена на фасады кухни, то есть все колонны закрыты дверками из стекла крашеного, светлого, молочного, и гравюра нанесена на эту поверхность. Здесь у вас два пути. Это может быть печать фотографическая, так мы тоже уже делали, то есть на стеклянное панно наносили и переносили фотографии, и так далее, и так далее. Но что происходит здесь? Здесь никакая не печать, и ничего подобного, здесь Франческо считанные три месяца почти вырезал эту гравюру вот той самой гравюрной ручкой по стеклу, затем туда старение, такое состаренное зеркало ввели, вот получили вот этот вот цвет усугубления от этой резьбы, и, собственно, вот такая вот уникальная вещь повторилась. То есть это не краска, не фотопечать, а это именно резьба. Эффекты вживую фантастические. То есть те, кто был на презентации пару лет нового шоурума на фабрике, вот после Миланской выставки, и там увидели эту кухню, в том числе реализованную, там просто у нас невозможно было людей с этой кухни вытащить, не говоря уже о том, что мы устраивали там мастер-шеф-шоу с едой, а это уж вообще закрепило успех. Вот, затем вы видите здесь, возвращаясь к люстрам и к нашему подразделу света, который у нас на сайте очень обширный, все спрашивают, где взять такие люстры, зайти на сайт в каталоге по свету и увидеть люстры с форцинта. Вот вы видите, тоже разработка для определенных проектов от Джованни Лукаферери, автор, и это базовые люстры, которым вы можете задавать размер совершенно любой, в отличие от многих других фабрик, которые говорят, что нет, мы делаем такое, а если вы уменьшаете люстру на 40%, то цена ее на 40% увеличивается, у нас такого не очень происходит. Вот вы видите, здесь в интерьерах как раз артовенецианского шоурума сделана люстра, сделана кухня, каплю другого размера, но функциональная. Тут вот волшебный винный шкаф, он тоже входит, в нем, так как семья артовенциана, начиная их с их папы, знают толк в вине, будучи из зоны вен, там всегда что-нибудь вкусненькое можно найти в этих ящиках. Вот, и еще одна очень красивая вещь, вот эти вот волшебные двери, они же практически такие ворота, перекрывающие пространство, декоративная, латунная фактура, вы видите, большие, большие очень створки, перегородки, да, и декоры неожиданно, вот таким вот образом выполнены, это тоже резьба по зеркалу. То есть здесь фантазия архитектора и художника, она не имела границ, фабрика не смотрит, насколько удивительный проект только может им восхищаться, а просто берется за дело и начинает реализовывать то, что придумал автор. Фантастическая совершенно кухня. Я даже, вот когда мы оформляли на семинар, на вебинар приглашение, решили вот эту кухню поставить, потому что я видела уже реакцию людей вот именно на эту кухню. И вы видите здесь техник, очень много смешано по задумке архитектора. Вот эти вот передние фасады на верхней правой картинке, это металл, состаренный металл. Если бюджет кухни не позволяет сделать это состаренный металл, это может быть и панели МДФ кухонные с врезанными, украшенные, закрашенные под металл и так далее. То есть вы говорите, сколько у вас денег на эту кухню, и мы в результате вписываемся в ваш бюджет. Это может произойти легко. Вот. И затем дальше вы смотрите здесь вот фантастическое живое дерево. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, что вы скажете, а вот арты Венециана, они не кухонщики профессиональные. Да, они не профессиональные кухонщики, но те, кто уже делал проект кухонный или просто посещал тоже фабрику или спрашивал, знают, что у них в друзьях и там не очень далеко расположены кухонщики, производители профессиональных кухонь для ресторанов и для бутиков ресторанных и так далее. Те, кто предоставляет, собственно, сами эти кассы кухонные. А дальше оформление уже это все знакомо для арты Венециана, потому что есть своя мебельная коллекция и так далее. То есть внутрянка вся кухонная профессиональная, это я вам, как Эрнеста Мечек, говорю, вот прям отвечаю, что это все ничего не ведет никуда, ничего не промокает, не затекает, там и мультистрат в Марино используется, и МТФ специально пропитное и все такое. Вот. И фантастическая ручка была сделана по запросу архитектора. В данном случае здесь тоже дизайнер Джованни Лука Феррери указан, потому что все заканчивается очень часто тем, что заказывают просто и сам проект на фабрике Арта Венециана, тоже это можно сделать. и получить мебель, созданную именно для вашего интерьера. Вот. Такая вот получилась кухня. Только скажите, что вам не нравится. Я думаю, что да. То есть, если кому-то кажется там непрактичны эти ручки, потому что вот это неудобно, там что-то, здесь просто хотелось вот этого декоративного муранского элемента, это будет другая ручка. Если вам нужен, например, ручка так, чтобы, я не знаю, там какой-нибудь герб, семьи или герб кухарки, все что угодно. То есть, вам сделают индивидуальную ручку для вашей конкретной кухни. Это сейчас людей очень цепляет. Индивидуальность не всегда как бы сильными каким-то по цене средствами. Вот. Вот эту вот кухню некоторые из вас уже знают. Это как раз та самая первая кухня, реализованная. Аналог ей был на стенде несколько лет назад, и она работала вот здесь остров с варочной панелью. Причем по вот этим битым красивым ногам внутри проходили провода, то есть кабель-канал и все это было упрятано от структуры острова и казалось, что горшочек варят сам. То есть варочная панель была активирована и вытяжка активирована на стенде в Милане тут варились всякие к вечеру блюда без фанатизма, но в спагетти запросто хватало времени у нас сварить. И мы угощали гостей стенда и в результате никто не понимал как подключена вот эта штука, потому что в пол было в общем все убрано. Все-таки кухня ха-ха-ха минималистическая в данном случае. Ну здесь вы видите, что основная функция красивости в чем, что фасады резные традиционной венецианской резьбе и ручки. Это все вот эти ручки это уже из каталога арта венецианского. Вы можете взять эту ручку, если вам просто бюджет там не позволяет вообще ничего сделать, просто взять одну или две красивые ручки и приделать их на двери, которые клиент купил. Важно, чтобы посмотреть по как сказать сопромату этих дверей, чтобы хватило ну чтобы это не была фанерная дверь, так говорится, или взять там ручку поменьше размера. То есть это часто применяемый прием, когда хотят украсить действительность при помощи каких-то элементов арта венециана. К чему мы вас призываю. Вот это вот та кухня в красе других ракурсов, которые мы видели до этого, и остров украшен, вот видите, вот эту резную панелью такой красивенькой, и входная зона, это двери ездящие, здесь упущена вот эта фаша, плашечка с резными типичными венецианскими декорами. Вот это, кстати, история очень недорого стоит, потому что резьба венецианская, традиционная, это не очень сложное, трудоемкое дело, и, как вы понимаете, что стоимость того или иного объекта, и арт-объекта на арте венециана зависит от того, сколько мастера потратили времени на эту историю. Здесь вот что происходит, здесь реализованная тоже гардеробная, это все сделалось на арте венециана, это реализованный проект, нубук панели, дорогая раскладка вот эта вот, она может быть и не такой дорогой, если убрать вот эти овальные декоры резные, которые ювелирным образом мастера делают, а заменить, например, традиционным венецианским декором или чем-то, в общем, вы скажете, на сколько процентов надо удешевить, мы вам предложим, что может быть сделано за эти деньги и найдется какая-то история, видите, опять эта люстра волшебная, традиционная венецианская, она часто используется, и как арт объект тоже традиционное венецианское зеркало, это из коллекции зеркала, здесь что произошло, это зеркало очень недорогое, мы потом можем с вами посмотреть, потому что все традиционные именно венецианские зеркала с муранскими украшениями и так далее, они не такие трудоемкие в изготовлении и проще гораздо их сделать мастерам, чем вручную часами вырезать декоры по стеклу, и соответственно вот эта коллекция именно венецианских зеркал и венецианская мебель, она как правило не такая тяжеловесная с точки зрения бюджета, вот, здесь конечно такой шикарный интерьер, потому что мы видим опять же бакинское виллу, но эта разработка была из Москвы, вот, значит, любимая абсолютно сейчас гардеробная комната, сейчас у нас в работе тоже пару заказов по мотивам вот этой гардеробной, это серенисима гардеробная, которая фрагментарно была показана в Милане пару лет назад, она конечно очень сильно понравилась, вот эта идея, когда в двери из дерева, натуральный шпон здесь используется, это фрасина, в данном случае был ясень, любимое такое макинтошеское дерево, и дуб, который тоже очень такой благодатен, он не очень дорогой, как материал, то есть арт венециана может уйти вот в какие-то такие простые деревья, а может, вот мы увидим в последующих проектах и уйти в Палисандр и Зебрана, и тогда, конечно, это будут уже более шикарные вещи, это как раз вопрос обсуждения бюджета, то есть, если вы готовы смириться с традиционными мебельными породами деревьев, тогда и украсть их, вот предположим, каким-то шикарным элементом, то это одна тема по цене, если человек хочет супер какую-то реализацию элегантную и дорогущую, то тоже, конечно, можно все это дело реализовать, то есть, все зависит от задачи. Здесь вы видите, гардеробная совершенно функциональна, делается абсолютно под ваш размер, есть система модулей, более-менее приближенная к стандартной гардеробной, это очевидно, чтобы можно было наполнить ее аксессуарами стандартными, чтобы потом, если заказчик хочет чем-то ее расширять или дополнять, мог на рынке найти какие-то любимые вещи, но не говоря уже про стандарт глубины, чтобы вешалки по 60 сантиметров все вещи помещалось и у человека не было задруднения. Вот это то, о чем я говорила, например, вот это, естественно, гардеробная подороже, потому что здесь совершенно уникально подобран шпон, это тоже делается все на фабрике, здесь от раскладки пола, здесь под ключ вот эта вилла исполнялась, и здесь впервые вы видите создана вот такая дверь, где зеркальный декор, укрепленный металлической основой, становится функциональной частью и конструктивной частью создания двери. До этого никому такого в голову не приходило таким вот образом оформлять двери каких-либо помещений, шкафов или гардеробных, то есть это еще артистическая разработка, помимо всего прочего. И так выглядит эта гардеробная целиком, по-моему, в общем, так достаточно интересно сделано, то есть здесь вы, работая с фабрикой, выбираете стиль, который вам под душе, действительно, от совершенно простого какого-то варианта, как вы помните, мы видели на лестнице, где стекло и зеркаление было использовано как замена просто состаренного металла какого-то, либо вот с резчиками и со стойлерами фабрики и с архитекторами придумывать какой-то монументальный такой памятник шкафу строения в хорошем смысле этого слова, потому что, мне кажется, если у людей такая гардеробная, то, конечно, весь остальной проект там, тоже может вызвать восхищение. Знакомая тема всем, лагуна, сделанная по просьбам нашего рынка, потому что в свое время можно сказать на слабо Артеменциана сделала ванну, потому что одни из сантехников наших сказали, а слабо вам ванну сделать? Когда увидели лагуну, эта коллекция лагуна ставила Viti Basroom, вы знаете, что есть и столы, и зеркала, то есть частичное нанесение зеркала и старение зеркала на стеклянную поверхность. Этот прием, он был внезапно найден, и был сделан первый такой опыт работы сживания лука Феррери, это коллекция лагуна. Там, конечно, ванная комната это такой редкий заказ, тем не менее, я хочу сказать, что в каталоге зеркал там есть две модели зеркал фантастических, когда центр зеркала у вас нормальное совершенно зеркало, и к концу уходит постепенно зеркаление, стекло превращается, уходит такой прозрачный материал в обычное стекло, посмотрим потом, и то же самое с комодами, со столами такой происходит, вот этот эффект, а если я вам расскажу, что для того, чтобы зеркальная поверхность, собственно, стеклянная поверхность стала зеркалом, надо несколько слоев там от амальгамы, вот от этого, того самого придуманного чуть ли не алхимиками, да, вот этого сплава, не сплава, смеси серебра с другими материалами, чтобы получить вот именно вот эту вот зеркальную поверхность, которую для того, чтобы свет выталкивался и не уходило это в такую серость, еще наносится медный слой, и затем вот грунтовка, собственно, если вот это вот все представить, что мастер должен там по каплюшечке практически попасть и потом составить впечатление, что это единое какое-то распыленное вещество, то есть исполнить эти вещи очень сложно. И вот Лагуна, несмотря на то, что фабрика за сами вот эти панели так ювелирно использованные не берет много денег, то, конечно, ванна это денег стоит приличных, и плюс здесь такой еще момент, при этом, помимо того, что ее уменьшить стоимость, был придуман, что она приходит в разобранном состоянии, потом герметично монтируется, поэтому вы можете нивелировать и уменьшить ее стоимость, если она вас запугала по прайсу, но клиент все равно хочет вот такую фантастическую историю, это получить ее в разобранном состоянии и очень сильно сэкономить на доставке и на объеме. Здесь, что происходит, это понятно, взяты традиционные мебельные конструкции, комоды и сделаны в современный санузел по назначению, то есть врезаны в мрамор раковины и смесители, дырки и все, то есть под размер придумана вот эта история. Фантастический проект. Написано, что это Нью-Йорк, США, но изначально похожий проект был реализован и у нас, когда использовался вот этот например, для ванной комнаты мраморная ванна и фабрика делала такой как бы пояс с индивидуальной вот такой монограммой и таким медальоном. Вот эта вот вся история декоративная придумана и реализована на арт Венециана. Но тут еще и пол, раскладка полов, люстра из нашего каталога, такая традиционно венецианское французское зеркало из каталога тоже, которая претерпела здесь трансформацию по размеру и приобрела вот такую вот форму трильяжа, да, вы видите вот эти боковые ушки, которых, конечно, в природе не было, потому что это реплика, это по мотивам реплики традиционного венецианского зеркала из коллекции французские зеркала. еще проекты и мы переходим в раздел отдельных предметов этого каталога, это вот сейчас была самая такая подробная часть, потому что очень хотелось этот проектный каталог вам показать, вот, и здесь мы видим двери, реализованные это двери с определенным артикулом, вот эти коды есть, размеры и прочее, естественно, как я уже говорила, что каждый артикул арт-венца, но он не обязан быть стандартным, поэтому, конечно же, сложно предположить, что вы впишетесь ровно в такой портал, в такой размер и так далее. Что происходит часто с этой дверью? Очень часто ее заказывают без второй части симметричной, то есть односторонний декор и без, например, вот этого волшебного украшения короны верхней, потому что просто не позволяет там высота потолка или уже слишком красиво получается или еще что-то такое, то есть и корректируется ее размер. Размер полотен корректируется, создается новая лекала. Тут уже мы с вами смотрим на исходное того, что у вас есть в доме. Ее также можно взять как бы одно только полотно, ну, в общем, все, что угодно можно взять, вплоть до того, что можно просто заказать декоры из этой истории. Но вот эта дверь, она до того, как появились вот еще несколько арт-декошных, она у нас была одна из самых таких запрашиваемых. Вот, здесь мы видим следующие модели дверей, то есть еще одна модификация. Видите, вот здесь очень часто у нас реализованы проекты вот с этим вот декором серенисимым. Как я говорила, он очень всем люб еще. Почему? Потому что все-таки любителей Венеции очень много, а здесь вот элементы декорации этого декора, это элементы фасада дворца Дожи, Джованни Лука Феррери, вот их так реализовал в зеркале и в стекле, такой вот большой поклонник Венеции. Портал, в данном случае справа мы видим портал стеклянный, резной, за ним могут быть любые двери, у нас или не у нас реализованы, и ручки из нашего каталога. Здесь тоже мы сейчас их позже увидим. Дверь номер два, наверное, до сих пор по популярности слева, вот, которая называется сейчас Талентини, тоже она всем очень понравилась, здесь граверной ручкой сделаны вот эти вот экранчики, ручки очень красивые, и также часто заказ, когда она заказывается просто как дверь без вот этой вот короны, если этого не позволяет помещение. И еще раз хочу сказать, что если эта дверь межкомнатная, это одна история, если вы говорите о входной двери, тоже это надо отдельно обсуждать, потому что там немножко другая конструкция, и надо понимать, как бы сказать, как будет организован вход, потому что с нашим климатом надо тогда усилять порталы, теплоизоляцию и так далее, и так далее, но это вы, наверное, все понимаете. То есть в данном случае здесь расчет за межкомнатной внутри помещения двери, то есть все то, что приведено в этом каталоге. Красивая очень тоже под проект выполненная дверь, вот это все раскладки шпона и подборка, вот то, о чем я говорила, уникальных сортов деревьев, это все делается на фабрике, и можно даже, если интересно, есть желание, вот сейчас надеемся, заоткроются границы через какое-то время, и вот вы уже свои проекты поедете, смотрите, как исполняется, вот вам хочется посмотреть, как вам дверь вашу собирают, может прийти и посмотреть, как это будет, вот очень увлекательная история. Вот, любимая, наверное, моя самая картинка, вот мне нравятся очень две двери, и в том числе тоже здесь сочетание, вот эти вот накладки, и вот эти вот все а-ля бронзовые, латунные штуки, это все связано с резьбой по стеклу и использование различного стекла, как декорация цвета стекла. Автор этих дверей Лео де Карло, венецианский архитектор, который тоже много работал с Филиппом Старком по проектам, он венецианец-венецианец, очень интересный человек, и сейчас сидит в Венеции, и шлет оттуда смешные репортажи, никто не там не падает духом и рисует новые какие-то вещи, которые вот сейчас к реализации будут, но пока не будем, следующий будет проектный каталог, и мы увидим там наверняка много интересного. Вот, двери, уже такие более простых в кавычках интерьеров, да, то есть менее декоративные, менее нарядные, так скажем, но не менее красивые. Тоже, если вы увеличите свои экраны, кто может или просто на вашем экране смотрит, видит уникальную раскладку шпона на двери слева, например, и очень красивый вот этот над порталом фронталь с резным элементом, это по мотивам ардекошных медальонов, такая штука, и в мебели мы такие вещи тоже с вами видели, те, кто знает каталог мебель, когда ардекошные вещи, где медальоны выполнялись в свою эпоху в серебре, фабрика исполняет элементы декоративные в зеркале, это, во-первых, и дешевле стоит, и, во-вторых, смотрится просто уникально, потому что иллюзия серебряных фрагментов, она, как бы, очень такая великая, при этом это совершенно другой материал, не менее красивый. Еще две двери, которые показывают, что фабрика совершенно в любой стилистике готова работать, еще одна уникальная штука справа, дверь Себастьян, раскладка по, здесь и палисандровый шпон использован был, и портал фантастическим образом придуман, собственно, как очень многое, то, что придумают с художниками, видите, вот неожиданно переходящие затухания, старение, стекла легкое, да, в декоративные какие-то элементы, наверху тоже медальон. В какой-то момент кто-то был на фабрике и застал вот эту смонтированную гардеробную, здесь показана история, вы видите, резьба по стеклу выполнена на очень большой поверхности, потому что, как мы все время говорим, и многие из вас уже понимают, что резать можно на станке, вот как мы делали это на Архмоскве, когда привозил Никола, и мы устраивали станок, да, и приезжал сам, и мы устраивали конкурс для архитекторов, который как раз показал то, что фабрика реализовывает задумки наших архитекторов, и две модели, две коллекции, вернее, наших дизайнеров пошли в серийное производство на фабрике, то есть все возможно, и здесь вы видите справа дверь, где совершенно другие приемы, то есть здесь не менее сложная история, то есть обработанные края, и вот эти вот плашечки стеклянные на станках тоже, но мы здесь работу художника как будто не видим, тем не менее, они вручную обработаны, а здесь художественное полотно, высокое очень, то есть дверь гардеробная не должна состоять из фрагментов, а эта техника граверной ручки позволяет вам любой совершенно ваш узор перенести на стекло, и сделать декор совершенно фантастический, какой вы пожелаете, не прерывая собственно саму поверхность стекла, потому что не надо мастеру держать под станком эти тяжелые поверхности дверей. Моя любимая абсолютно тема, вот это вот в данном случае дверь, как сказать, дверь-стена, да, вот видите, что частично видим зафиксированные панели и средний проем открывается. Это может быть и ширмой, может быть и бойзерей эта тема. Здесь в данном случае это двусторонняя раскладка, но вот эту идею вы, пожалуйста, воруйте у нас сколько угодно, потому что это очень красивая такая графичная штука, и применяйте в своих проектах. Вот сейчас у меня на столе лежит картинка, где по мотивам вот этой модели девушка одна очень красиво придумала зеркало. Ну, в общем, короче, фантазируйте, то есть здесь некоторые прямоугольники уходят у нее в квадраты и прочее, прочее, но тема вот этого пересечения, она вот присутствует и прям ссылка на эту модель. Поэтому все каталоги артовенециановские прежде всего от цвета, мебели, зеркал и архитектурного архитекта, это не коллекции моделей с кодами, а это идея, что можно сделать с фабрикой. Вот возвращаясь к первому проекту, вы видите здесь как фантастически вот этой вот ручкой граверной, где мы видели по стеклу происходит просто тоненькое изображение цветущей сакуры, в данном случае вот здесь так как в технике лолик выполнено, даже это не в технике лолик, не так, выглядит напоминая лолик, скажем так, вот эта поверхность, потому что техника лолик это техника лолик, у нас своя техника, но эффект вот этого седового стекла, вот он у нас достигается нашими методами и очень красиво выглядит, но стоит немножко дешевле, чем лолик. Сразу скажу, после вебинара просим не присылать модели лолик с просьбой сделать их дешевле, потому что некоторым такая идея в голову приходит, но фабрика не делает копий, наоборот, фабрика делает комплектующие очень многие вещи для других сборных коллекций, там, бизионер использовал много арт-венецан, там ходят люди, видят какие-то плафоны, люстры и так далее, то есть наоборот у фабрики заказывают какие-то элементы для своих моделей, там более дорогие какие-то фабрики, может быть продают их дороже, потому что это не их собственное производство, но фабрика арт-венецан не будет делать модель лолик дешевле, то есть чужую как-то сказать собственность интеллектуальную фабрику уважает, они вам предложат, поверьте, там 90% случаев заканчивалось тем, что мы находили какую-то достойную замену, проще по бюджету, реализацию именно в техниках арта венециановских и похожие там и по стилистике и так далее, и люди этим успокаивались, потому что получали вещь, которая по бюджету годилась и по эстетике тоже очень хороша была. здесь количество ручек на выбор пожалуйста, вам предоставляется очень много, которые может быть и мебельная ручка, и в основном это межкомнатные дверные ручки, и естественно вы можете их просить разные по размеру, старайтесь, конечно, обращаться к стандартным вот этим вещам, потому что они уже собственно отработаны в отношении к дверям, так скажем, не только к своим, но и к каким-то средним общемировым стандартам, но тем не менее, если вы хотите рисунчик какой-то другой или размер действительно какой-то индивидуальный, пожалуйста, тоже говорите, и очень многие вещи, особенно стеклянные штуки, которые делаются из стекла, и это литое стекло, или же это дутое венецианское стекло в каких-то случаях, в общем, зависит от того, как выглядит ручка, дутое, имеется в виду, ну, вот муранское такое стекло, ручное, губное, вот, и вы видите фантастические совершенно формы этих ручек, взятые из реализованных проектов дверей, и может быть, даже никто не думал, что ручка может быть такой формы, а художники взяли и придумали. Вот это одна из самых популярных страничек каталога, здесь такие красивости, и наиболее, наверное, самые применимые такие штуки, вот видите, справа вот модель ручки Биба, которая закрыта в профиль, здесь тоже вот эта вот серединная часть, вы можете там фантазировать, например, и свои какие-то экранчики вставить. Классические штуки, которые время от времени нужны, вот предыдущие коллекции, там как раз у техники Лолик, вот такие красивенькие стеклянные ручки, совершенно простецкие по цене и по исполнению, но очень шикарно это выглядит, потому что они, знаете, как ювелирка практически выглядят, но они не очень сложны в изготовлении, поэтому их стоимость очень доступная. Вот, фантастический раздел Боизери, здесь перед вами Боизери, тоже с чего собственно началась эта техника, когда пару лет назад неожиданно Джованни Лук Феррери решил порисовать картины и посмотреть, как разные материалы поведут себя на стекле, на зеркале и так далее. И они вот с двумя мастерами там запирались практически после работы и смотрели, что будет происходить. То есть это стеклянные Боизери, вот это те, кто видел на стенде, например, вот эти вот панели обращали внимание, что вот там, где вот это серо-коричневое такое южное небо, это зеркало на самом деле очень сильно состаренное, золото, это разные типы золотой фольги и краски, пигмент голубой, ну то есть это какая-то фантастическая работа художника, это индивидуальная картина, то есть вы задаете тематику, например, цветовую и оставляете фантазию автору и вам приходит история индивидуальная, вышел в прошлом году каталог пейзажа итальяне, мы вам с вами обязательно посмотрим, вот здесь вы видите из этой коллекции, вот это Тоскана, это такое впечатление Джованни Лука Феррери о цветах тосканских моря и так далее, и это все стеклянные Боизери, стоимость их совершенно реальная, то есть это недоступная история, и форматы этих Боизери может быть абсолютно другие в стандарте, они 80 на 260 каждая панель, а в принципе можно сделать под ваш размер, классические Боизери тоже поразившие, просто удивительная вещь, с чего тоже вот началась тема нашей задумчивости, что же еще такой человек может сделать имея в руках совершенно то, чем с 15 века или даже раньше уже занимались, то есть я вам открою такую простую тайну, вот это вот слева, это поверхность стекла, под ней фольга металлическая, золотая и серебряная, и специальным старением, от кракелюра до старения по зеркалу наносится, ну как бы портит эту фольгу и доводит ее до такой абстрактной картины, останавливают этот процесс закрепителем, покрывают всякими лаками и так далее, то есть дальше она портится не будет, и откуда вот эти цвета, серый, бурый, малиновый, да, и золотой, это золотой, это золотая фольга, то, что вот над серебряным происходит, это цветное стекло, так банально, да, то есть подвести под цветное стекло вот эту вот историю, и соединить это все в едином листе металла, получить такую многоцветную гамму. Любимая самая вещь, которую предлагает фабрика из панели стеновых кадров, присутствует уже давным-давно во всех каталогах, это квадратики буйзери из состаренного стекла ручной работы либо индустриальной, потому что для всего, для всех своих моделей, в основном, конечно, то, что вы видите каталоги, это используется стекло марки флот, стекло флот современное индустриальное, чистейшее стекло, это то стекло, например, из которого сделан весь фиам наш, то есть самое чистое из реверского песка делается это стекло, и сама вот эта технология марки флот позволила в конце 50-х годов, созданная Пинкинтоном и несколько заводов делают это стекло высочайшего качества, вот, например, фиам для своих моделей берет одного пьемонского завода, все время там 75% этого стекла средние слои забирает, чтобы все время оттенок такого традиционного хрустального стекла фиамовского, он был один и тот же, даже если вы модели заказываете через много лет, все равно будет попадать оттенок идеально совершенно, но, кстати, я хочу сказать про оттенки, если кто-то говорит о том, что вот нам не хочется оттенок стекла, вот этот бирюзовенький и так далее, иметь в виду, что можно заказать в экстралайт очень много моделей на фиаме, и то же самое можно сделать на стекле экстралайт и венецианские зеркала, но просто в этом нет большого смысла, потому что зеркала делаются все из 6-мм в основном стекла, как вы знаете, и этот оттенок практически не прочитывается, когда нанесено уже зеркальное покрытие, но тем не менее возможность такая и есть, вопросов нет. И второй вариант стекла, который может использовать артовенциана, и иногда это видно в каталогах и в разделе буйзери, это стекло ручной заливки, то есть до индустриальной эпохи, как раз когда все это стеклостроение муранское началось, то есть мастера листы стекла максимальные получали, заливая на такие противни, такой потом палкой-равнялкой поверхности этого стекла, выравнивали, вообще-то была такая очень сложная работа, и вот эти фрагменты стеклянные квадраты максимальные получались 90 на 90, примерно вот такие, потому что больше, чем на метр руки мастера и вот эти все листы тонкие, они просто не выживали, это было порядка 15 миллиметров стеклянной поверхности, и вот из такого стекла исторического, которое тоже сейчас доступно, и можно тоже сделать бузери арт-венециана, они, конечно, там в пару, тройку разов будут дороже стоить, индустриальные, даже состаренные, но, тем не менее, это возможно, это очень круто смотрится, и есть некоторые зеркала из исторической коллекции, которые также вы можете сделать, ими можно пользоваться, просто будьте вы такие немножко старинные у них с видом, красивые, молодые, но чуть-чуть из другой эпохи, вот, и вы видите, здесь стандартные для нас варианты декоров бузери, и еще раз хочу сказать, в проекте не обязательно все должно быть уделано там, три слоя дорогими моделями арт-венециана, чтобы получить арт-венецианский проект, но можно вот воспользоваться фрагментами вот этими бузери, и, опять же, в любой совершенно интерьер, современный, там, по-разному составить, любого оттенка это все попросить, использовать как декоративный эффект, и сделать очень яркую вещь в интерьере, яркую, вот, как бы, по удивительности своей, при этом она будет дешевле стоить, чем многое другое, что предлагает мир декоративного оформления гламурного интерьера. Не говоря уже о том, что вы можете свой рисунок этих бузерей задать, вот эта тема капителей для классических интерьеров или эклектических, или для таких вот более-менее зажиточных общественных интерьеров. Вот капитель, вы видите, она такая вот отсатинирована, то есть техника лолит, как участвуют в этой технике лолит, вот, может продаваться фрагментарно четвертью капители, половинкой или целой капители, так как эта вещь очень тяжелая, она, ну вот это литое стекло по форме, она приходит фрагментарно, это удобно при монтаже, вы можете туда источники света разместить, в данном случае это ледовские истории, колонна, видите, на которой опирается капитель, тоже сделана арт-венциана, сбоку мы видим вот эти вот периметральные карнизы, ограничивающие декоративное зеркало, карнизы можно тоже пометрово или там посантиметрово заказать на арт-венцианы, разные есть, мы сейчас их увидим, тоже хорошая, очень декоративная тема, там посередине может быть у вас все что угодно, просто даже они на стену помещаются, а посередине ничего нет, тоже очень красиво, вот, и вот эти капители, сразу скажу, они есть классические капители в разделе фабрики техническом, вот мы сейчас их увидим, вот они, четвертушка, половинка и целая, и здесь же вы видите рядом карнизы, вот обратите внимание, те, кто знает уже наши вот эти вот карнизы, наверху появился новенький такой карниз малыш, очень красивые формы, элегантные, тоже годные в хозяйстве, вот сейчас показываем, уже тоже, люди спрашивают, сколько стоит, что делать, вот, и по поводу капителей, если вы хотите индивидуальную капитель, или там индивидуального цвета, вот как у нас там фиолетовые заказывали, еще были вот разные всякие варианты, цвет цветом, но форма, имейте в виду, что индивидуальная капитель, это что, это разработка индивидуальной отливочной вот этой формы, то есть если у вас в проекте их будет определенное количество, ну, такое приличное, то форма вам будет бесплатна, а если это одна, две, там, или три, четыре, форму надо создавать индивидуально, то есть тогда за форму вы платите. декоры, в данном случае это лев, символ Святого Марка, в свою очередь Святой Марк покровитель Венеции, вы знаете, что собор Святого Марка на центральной площади Венеции, Сан-Марко опять же, и отсюда вот эта вот символика со львами, и вот этот вот венецианский лев инкрустирован, вырезан по стеклу, и стекло состарено, то есть это фотография, не старинная гравюра, это фотография того, что сделала арт-венециана, вот вы видите на обложке вот этого раздела. Здесь традиционные букеты наши венецианские и узоры, которые можно просто заказывать, то есть, предположим, вы говорите, я хочу обычное зеркало, вот по периметру мне вот такой вот вырежьте декорчик, вот вам его вырежут, вы можете это выбрать, либо это могут быть фаши, ну, то есть, ваши вот такие вот плашечки, про которые я говорила с этими декорами, они здесь уже рассчитаны, сбалансированы, вам за разработку этого декора ничего не надо не платить, не за лекало, ни за что. Декоры, которые мы видим на этой странице, они как бы самые дорогие, почему? Потому что они очень сложны в изготовлении, вот эти вот особенно овальные или вот эти вот цветы и штуки, это мастер должен на крутящемся станке, на руки ему льется жидкость, вода холодная и глазомер его должен быть такое мастерство, чтобы вот эти вот все штучки, они были абсолютно идентичны, и потом получился вот такой красивенький декор, вот, и более того, стекло, как вы знаете, такой очень прочный материал, следующий за ним уже алмаз и забор, выбор вот этой вот поверхности, то есть он как скульптор кто-то, кто говорил, забыл, что я убираю из камня лишнее и остается все на все, то, что нужно. Здесь убирают из стекла лишнее, остается вот это идеальное, то, что нужно. Вид, конечно, фантастический, такой вот ювелирный. Можно надписи всякие делать, хорошие и нехорошие, ну, какие закажете. И вот мы посмотрим с вами кино, и у нас есть, если что, некоторые образцы этих декоров, если вам надо посмотреть, вживую приложить, вот, например, диаманты, вот это как, знаете, есть известная фабрика Бакарас, с которой как раз Филипп Старк очень много работает, и чуть ли не для старковских каких-то интерьеров. В свое время коллекция Тур Эйфель была реализована, где консоли, зеркало существуют об обрамлении вот этих вот плашечек, мы тоже посмотрим, потом обязательно коротенький вот фильм, или вы сами посмотрите, я вам покажу, где эти видео расположены. Вот, у нас вообще, вот я повторю, на нашем сайте, там вы и по ссылкам в Инстаграме, вот по нашим можете подписываться, мы все эти видео и вебинары присылаем, и все, когда появляются новые видеоматериалы, там по всем нас и карты есть, и Танин, и различные другие фабрики со своими Инстаграмом, Фейсбук с ссылками, там постоянно появляются вот какие-то вот вещи, и в то же время очень интересно и вот то, что связано, вот Паула Костелли опубликовали там интересные фильмы, как это делается, и в том числе рассылку вот видео артовенциановских делали, ну и в то же время я сейчас вам покажу, где это посмотреть, и у нас на сайте, и на сайте фабрики, то есть вот наши все вот эти вот ресурсы, Инстаграм ресурсы, и фейсбучные ресурсы, они постоянно какую-то полезную для продаж информацию несут, не то, что мы вас там забрасываем, покупайте наших фланов, нет, у нас, как правило, есть за этим какая-то обучательная информативная часть для тех, кто постоянно работает, вот может быть оттуда могут какие-то брать полезные штуки, вот представьте, вот это все резьба, то есть вот кто-то говорит, это кожа, каракелер, но это это не кожа-каракелюр, это стекло, такое каракелюр, которое вот таким вот образом резьбой вырезается, это для комода в свое время марка Пола была сделана резьба, ручкой вот эта граверная, потом частично в некоторые пропилы внесено серебрение, ну вот это вот собственно зеркаление, да, и все это по черному зеркалу, и такое ощущение, как будто внутрь стекла вдавили из неровной, какой-нибудь там, предположим, серебряной поляр, или там нержавейки, проволоки, вот декор и рисунок, очень интересный эффект получается, можно в каталоге мебельно посмотреть в коллекцию марка Пола Рио, коллекцию, которую мы видели, вот здесь вот гравюры, Фрост, это Таня Горшкова, комод Фроста, для него там до семи проб было, как изобразить тени по стеклу, приезжала тоже художница на фабрику, они вместе с нашими речиками все подбирали, потому что там под Венецией в горах один витыня, в Москве другой витыня, и вот они нашли такой прекрасный иней, который подошел к художнику и никто не расплескал ее идею. Вот, гравюры, вот эта вот де Барбари, которую я вам показывала, это техника игломезе, очень красивая техника, которую китайцы применяли и по мебели, и французы потом очень сильно восхищены были этой техникой, то есть когда под мебельный лак, роспись и так далее, все вы это знаете. В свое время арт-венециана думает, а что это мы, они по мебели расписывают, лаком покрываем, а мы же под стеклом можем рисовать, берут красочку живую, разводят ее на скрипидаре и рисуют в этой технике, не обязательно это должно быть графично, вот эти черно-белые или там золотистые, вот это вот золотистые и золотой краски, это самый такой традиционный тип этой росписи, но можно и разными красками, которые, собственно, позволяют, ну, пигменты, которые есть для степени старения стекла и конец сделал венец. Сейчас я вам для раз, это конец этого каталога, сейчас я вам покажу, где на сайте найти вот эти вот фильмы, мы с вами посмотрим, сейчас я переключусь, на секундочку, вот вы видите, видно экран кто-то мне? Нет, тебя только меня видно, да, сейчас, сейчас, одну секунду, у меня вот как-то так демонстрация экрана, так, а сейчас? Да. Отлично, спасибо, Аня, мне помогает Анна Захарова, наш прекрасный менеджер по многим фабрикам, которая у нас повелитель зума и технический вдохновитель всех наших вебинаров, она не только очень хорошо знает продукцию наших фабрик, но еще владеет волшебными технологиями, вот, и мы с ней время от времени переговоримся, вот здесь вы видите, сейчас картинку с сайта и вот эта вещь, которую, вот эта вот картинка, фотография, которую я вам показываю, это фабрика, собственно, сама, то есть до этого мы приезжали на фабрику, это было несколько разных цехов, таких исторических, там, конечно, было очень антуражно, ты заходишь, там старые стены, как вот в зуброво-врачебном кабинете разложено оборудование, также висят куча там на станка, у станков вот этих вот резных элементов и насадок и прочее, очень интересно, но мастерам было не так комфортно работать, как вот на этом новом производстве, где Никола и Александр, вот хозяева фабрики, они объединили все свои цеха, за исключением там уранских производств с печами, которые находятся, конечно, не здесь, и печи вынесены отдельно там работают другие люди, а наверху в последние годы перестроили собственно крышу там подсолнечными батареями, которые обеспечивают электричеством это производство, еще даже остается чуть-чуть, устроили такую имитацию виллы большой, где происходит смена экспозиции, и мы с вами можем видеть разные модели, сделанные на фабрике и тут же отнесенные вот в этот шоу-рум оформленные комнаты целые или просто какие-то вот модели из разных коллекций, разных стилей. Значит, в разделе News теперь сюда переместился медиа-раздел, здесь вы видите и вот, например, Магазин, это ежегодная газета Square, которую вы часто получали на выставке и вы здесь можете вот предположим, а вот мы на стенде там 10 лет назад видели, вот сейчас не можем вспомнить и вы можете вот в этом разделе найти как раз то, что вы, может быть, не находите, не помните, где вы это видели, посмотреть по мотивам посещения ваших стендов в Милане, ну, как освежить воспоминания, вот что я хочу сказать. Значит, здесь есть еще у нас такая вещь, как, например, всякие разные, это вот обновленные сайты, здесь стали помещать новые проекты, вы видите, вот дополнительные, предположим, какие-то вещи, вот, например, для дизайнеров во время архитектурного геннала было анонсировано посещение фабрики, в том числе, вот, предположим, рассказ об этом проекте, тоже можете туда заходить вот и смотреть, потому что сайт обновился совсем недавно, и здесь появилось, так же, как мы про Артемиду рассказывали, появилось очень много всего полезного, и дополнительные видео, кроме тех, которые мы с вами видели раньше, вот, например, если я вам покажу, каким образом делается, вот, гравировка сфер, про которую, вот, я вам говорила, вам надо объяснить, например, своим клиентам, что происходит, вот эти все ссылки, видите, ютубовские, их можно переслышать, переслышать, сейчас это слышно, то есть, мой голос или музыка? Музыку тоже слышно, а, ну вот, отлично, потому что здесь хорошенькая такая музыка, вот, а сейчас мы видим как раз на видео одну из технику, то, о чем я вам говорила, вот видите, человек должен постепенно, это, конечно, монтаж, это не за одну минуту пятьдесят восемь секунд, делается, то есть, человек должен мастер на разных полах, несколько подходов, сделать по его стекле, кажется, что это все очень просто, но здесь не может быть какого-то зазора, то есть, даже полмиллиметра они будут отражаться на том, как будет этот сон, впоследствии его, кагмент декоративный, то есть, это один из спасателей, будущего, зеркала, комода и так далее, там, где нужен нам физический рисунок, ну, помимо всего, это, конечно, сложная работа, потому что рука не должна дернуться, но в основном ребята-художники работают из-за нехватки мастеров и из-за фанатизма одной девушки, Джулии, которая работает, там, как-то единственная девушка, мастер-художники, вообще, венец и вообще, где бы ни было, она вот просила, чтобы ее взяли, она из традиционной уранской семьи, где стекольщики первого поколения, вот видите, вот эти вот сферы показали, вот каким образом это делается. Вот здесь же, например, мы можем увидеть следующий фильм, ну, посмотрите, потом я просто вот вам все, при все, не буду в фильме показывать, здесь и съемка «Лагуна», вот покажу только «Диаманты», пожалуй, потому что это хороший ответ на вопрос, почему столько стоит, вот когда берут вот французские какие-то резные коллекции, зеркала французские, такие, где нет муранского украшения, а есть только много резных элементов, да, и почему их называют французскими, потому что если историю Венеции пропнулись, историю Франции, вы знаете, что венецианцы очень долго были монополистами, производствуют зеркал, и Мурана был остров закрытый, там жили мастера муранские, и зеркальщики и так далее, все очень высокооплачивали, но и уважаемые мастера, это такое, как бы, купеческое республика Венеция, очень дорожило ими, потому что зеркала приносили очень много дошли, разрешено было в какой-то момент жениться, варяло, как он будет французскими практически соманаром, и в какой-то момент Альберт, министр 14-го, в момент заводки реализации Версаля, подкупил четырех предателей венецианской родины, которые приехали во Францию, бежали туда, и наладили там зеркальное производство, но там, конечно, никаких муранских печей в то время и такого обшивного декоративного декоративного кладуфства и прочее не было, и они, ну и вообще стиль другой, французского всего и прочее, декоративными элементами стали украшать зеркала и предметы мебели, вот во всю вошла вот эта техника украшение рам многочисленными элементами, и вот эта вот резьба гораздо более трудоемкий процесс, чем просто украшать с два украшения элементами, и с этим, как очень часто бывает, как мы стали декоративным замедлением, мы получили новую технологию расширивную, новую приемную, гораздо более эстетическую, и ювелирную, и красивую, и при этом очень трудоемкие, поэтому стильный французский зеркал, она, конечно, может иногда в разы отличаться от эфицианских зеркал, хотя иногда люди смотрят и то, и другое красиво, почему такая разница в цене, потому что вот на вот эти все манипуляции с насадками, с различными молами, которые, кстати, уже не в той эти камни для оречек больше не производят, последние несколько лет фабрика сама себе даже камни на отсадке производит, вот видите, медь наносит, это как-то другое девочка, сейчас мы зеркало наносим, наши элементы наносим, и надо сказать, что наносле зеркала начинается полировка на резиновый для резинового ремня, зеркала абразивность и мягкость сильно клевого волоса она, собственно, объясняет почему мы не хотим ходить другая работа, потому что, конечно, надо очень любить эту работу, желать увидеть в результате, и надо иметь терпение находиться на присутствии в этой всеми натурности и видеть за этим общий предмет, потому что например, у нас есть некоторые зеркала или вот там та же кухня, которую мастер вели, там хотя бы есть какая-то динамита рисунка, если надо делать очень много пакторных элементов, как стартовский шкаф, который Лео Докарл для него делал, или вот эти вещи, как правило, художники берут две-три модели сразу в работу и постепенно делают, ну, потому что немножко отвлекаться модель на модель, вот это получил, когда смотришь как это делать, за сколько времени, когда задают сначала клиента, что это так дорого стоит, потом посмотрят видео, и он же произносит, на себя переносится, то есть если бы меня посадили это делать, я бы за эти деньги ни за что в жизни это не отдала, потому что вот, и здесь очень много вот таких полезных видео, вот, например, те же самые индивидуальные получения, вот меня наш Александр Савельев очень просил еще рассказать поподробнее о люстрах, потому что сейчас у него все это работает на проект Макролюкс, он сейчас рассчитывает на историю о декоративном это техническое освещение очень детейл украшает и любые общественные интерьеры, а два две люстры в современном стиле из коллекции Артанстанской они будут по такой декоративной способности он сейчас сидит диалюты они придумывают видите как работают люди но это конечно фанатики своего дела и вот сейчас мы с вами покупаем эти вещи вот как вот тут некоторые слушатели мы в свое время когда были они доставали кем купили себе по зеркальцу не знаю что было как говорится особенно это доходчиво когда тебе сообщают что школа есть по нет что например лицензия украины там только два мастера пришли работать и учиться потому что после того как ты стал художник после педея венгстанского ты должен еще лет пять тренироваться что-то от тебя так так как например у нас фабрика и мам лампадарь и у них свое производство упаковки и в то же время печи стеклодувные на материке что было очень прогрессивно то есть они на мурам находятся на материковой части это гораздо облегчает стоимость их изделия и очень многие доказывают фарменты какие-то декоративные они как раз тоже рассказывают вот рецонику видите набирается то, что у меня вставали вот получили вот эту прекрасную музыку и они говорят о том что мастера там за 45 лет работают потом как бы устают а новые мастера они не приходят потому что потому что хотят как говорим расшир графический последнее видео но тут очень интересно и например мы привозим на школу где знаем или архив архив или еще в Венеции едут на Венале или просто в последующем в Венеции художественной школы иногда как раз просили просто организовывали в последующем того что на Венеции визиты на дороги рассказывают зачем ставить маме сейчас такие атакады они приезжают и компьютеры показывают телефон все приезжают приходят и все детства очень мастерно вымышат паблики там очень отвлекательные и то же самое в вашем проекте можете дать силу в качестве визуально из-за того что захочет мучить 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 так так сейчас я вам захочу показать знаете что вот такие вот вещи это наверное видно экран, Анюта, скажи, у меня. Так, демонстрация экрана. Экран виден сейчас? Нет. Так, сейчас. Запускается, да, видно. А, ну вот, у нас просто подтормаживает интернет нам, да? Еще я вам хочу показать вот такие вещи проектные, да, которые были сделаны, они вошли сейчас все в каталог мебель. Это я вам сейчас показываю уже новый каталог 20-го года в Ферниче. Эти все вещи доступны. Это те, кто был на выставке в прошлый раз, видели вот эти бойзери и пейзажи итальянские, да? Мы здесь видим уже реализованные вещи. для каталога вот такие вот фантастические. И вот все то, что вот я сейчас вам в видео показывала, все вот эти вот цеха старые, резьба, там, техника и так далее, в принципе, вот эти вещи, они тоже получены сочетанием вот этих вот волшебных возможностей фабрики. То есть это все те же самые венецианские вещи, то, о чем я хочу сказать, только их современная интерпретация. То есть если рассматривать с точки зрения технологий, то есть это вполне венецианские вещи, резные. То есть уже фабрика, конечно, не удивляет. Сначала эти просьбы были, как из венецианской вещи сделать какой-то трансформер. То есть вот это вот наш, например, был запрос в свое время. Из Риги проект пришел и первый. Идея в стройке, ну, появились вот эти плоские панели, и нам надо было придумать, как его убрать, чтобы его не было, чтобы он был не всегда. И вот сейчас есть тоже заказы. Здесь есть свой стандартный механизм. У нас даже был один опыт реализации такого проекта с купленным на месте механизма. Ну, советую вам все-таки к фабричному механизму обращаться, чтобы там долгих выяснений не было. Но, тем не менее, такая вот идея была реализована, и даже это в каталог вошло. Вот это то, о чем я вам говорила, резьба была на картинке Марка Пола. То, чего тоже не делали никогда ни французы, ни венецианцы. Не переделывали в холодильнике свои волшебные штуки. Идея реализации серебряных медальонов при помощи зеркал, над знакомой ардекошной вещью, уже была реализована. Слева тоже перепевка ардекошного известного проекта со страусиной кожей, с вот этими пластинами стеклянными. Это из Парижа был заказ. И переделывали в свое время вот эту ардекошную вещь в функционально нужную вещь. И Лео де Карло, один из тех, кто первый стал работать с этими техниками, как с орудием для реализации вот таких вот современных штук. Справа мы видим вот этот пинки бар. Это все зеркальные поверхности, стекло цветное, сзади имеет зеркальную такую подложку, из-за этого цвет очень яркий. И вот эти вот фасолинки, декорация, резьба и прочие, это просто разные виды резьбы. Вот, то есть Ренисиму. Справа мы видим Лагуна. И то, что я вам сейчас показываю, это на самом деле все так же, как и вы сами можете спроектировать и сделать, дать бюджет какой-то, дать какую-то идею. И все эти вот предметы, вот сейчас вошедшие в каталог, это плод индивидуальных запросов вас и ваших коллег. Где-то это уже потом вместе с фабричными дизайнерами дорабатывался, или вот в данном случае это авторская коллекция Джованни Лукаферери, который дал ее вам на откуп. То есть вы можете использовать эту историю и идею и заказывать уже свои какие-то вещи. Ну и так далее. Мы уже почти вот полтора часа разговариваем. Я думаю, что новые возможности представлены. Я думаю, сейчас мы только единственное вернемся еще раз к сайту, к нашему и к фабричному. И я вам еще раз хочу показать, что вот, например, здесь вам говорится о всех тех коллекциях, которые фабрика, то есть вот это вот те самые знаменитые венецианские зеркала, которых скоро, к сожалению, оригинальных не будет, потому что закончится, к сожалению, наверное, эта работа. Вот, например, знаменитая Луи-14, вот это вот зеркало, на которое уходит три месяца, нарезка, самое такое дорогое наше зеркало. Вот реплика реального зеркала венецианского. И здесь вот каждый-каждый элемент вырезан вручную. А ты нам покажи его. Ну, я просто... Или ты так рассказываешь? Так, здесь не переходит в каталог. Техника Луи-14 переходит в декор. Сейчас мы вот так вот перейдем. Вот оно здесь есть у нас на картинке. Вот видно, да? Виден экран? Нет, нет, нет. Нет, надо демонстрация нажать. Так, вроде бы. Что ж такое? Грузится? Нет, нет еще, нет еще. Загрузился экран? Нет. Тебя видим красивую. Да что ж такое-то у нас происходит? Вот, запускается, да. Все. Ага. Так, ну тогда я вот не ухожу с сайта по карте венецианского. Значит, по просьбам трудящихся, которых я слышу, показываю, например, вот это вот зеркало, которое многие из вас уже знают. Это абсолютно самое дорогое наше зеркало. Но оно просто, очевидно, почему стоит столько. Она там 220 высотой, его стандартная история. Здесь, помимо вот художественной резьбы, самой рамы и так далее, здесь вот эта вот декоративная внешняя рама, она занимает ее изготовление около трех месяцев. Потому что здесь каждая миния история, помимо того, что должна быть ювелирно вырезана, она и вот очень трудоемкая штука. Это как раз для тех любителей настоящего, будущего антиквариата. Потому что лет через 20, как я уже говорила, наверное, сложно будет найти зеркала. Только в каких-то, может быть, там, лазером вырезаны, там, 3D, изображение, все там, все, конечно, формы будут повторяться у нас. Собственно, люди не дадут пропасть истории, но просто в них не будет души и ручной работы. И вот, например, следующее оглавление вы можете здесь найти просто по ссылке показать вашему заказчику, например, ну вот что, ну вот Саша все-таки у нас в освещении отсылает все время. И вот я вам покажу вот эти вот муранские красивые. Виден сейчас экран, да, нет? Да. Муранские люстры традиционные из известных дворцов, они даже отсняты в интерьерах определенных. Затем дальше ардекошные вещи, которые выполнены тоже по заказу. Удивительные светильники. Вообще, в принципе, если традиционный каталог посмотреть, вы увидите венецианскую тематику, французскую тематику, классическую, да, антикварную, такой новый антиквариат, вот ардеко. Почему ардеко? Потому что и деко, потому что, как вы знаете, стекло вот это вот появилось, и зеркало появилось, венец там, 15 век. Потом у нас был знаменитый Версаль, где тоже вот много зеркальных комнат, и вообще вот эта эпоха Версальская очень декоративная, она там тоже, зеркало очень пригодилось как декоративный элемент. Потом уже все привыкли, что есть такое стеклянное зеркало, и как элемент частей отделки мебельных, как бы зри и так далее, и как зеркало, как таковое. И затем в эпоху деко следующая жизнь стекла как фактуры, потому что это вот глянцевые поверхности, там темное стекло и зеркальные поверхности, поэтому очень много из проектов декошных стеклянных идей, таких со стеклом реализации было. И затем уже современное применение, и вот эта вот тема нашего сегодняшнего семинара, что это все может быть совершенно в современных стилях реализовано. Вот, например, светильник серенисима вот таким вот образом выглядит, который может также превратиться потом как декоративный элемент в ручку и так далее. То есть здесь это уже чисто проектная система, совершенно современная форма и возможности. Все это вот на сайте можно тоже увидеть. Дальше, если экран виден, да, сейчас экран? Да, да. Ага, отлично. Я возвращаюсь на наш сайт архистудийный для того, чтобы вам еще раз показать, какие вот у нас те, кто сначала не слышал, то есть можно отдельно просто все собрание наших электронных каталогов здесь увидеть, вот, и зайти вот сюда и различные фильмы, и, например, архишколы с интервью разных наших господ увидеть. И также вернуться, если вы что-то здесь не находите, или параллельно у вас возникла идея, что вам надо, помимо этого, зеркал, столов, и бузыри, и прочее, еще там мебель и другое обставится, вы можете вот зайти дальше, там, не знаю, на фабрику или там в санузел прийти, заходите на подраздел фабрики АГП и начинайте здесь уже листать и видеть электронные каталоги, то есть не отвлекаясь, например, от комплектации подбора с вашим заказчиком интерьера, можно вот сразу по нашим ссылкам переходить и очень удобно переходить в электронные каталоги всех фабрик, которые я вам говорила уже, что вот, например, клика, это мозаика пью, это мозаика и из стекла и из камня, и здесь вы видите, например, Волэндека, выходим на страницу Волэндека, видим все каталоги Волэндека, потому что, естественно, тоже иногда не хочется искать там по разным сайтам, видео тоже здесь можно увидеть и прочее, и посмотрите коллекшн-бук, основной, наверное, такой ваш инструмент поиска, техника, Бук, там все технические вещи, как что можно, как что нельзя для современных коллекций и так далее. Возвращаясь в оглавление нашего сайта, можно на общую страницу перейти, где вот мы пишем и объявления разные, что у нас про вот этот пресловутый карантин чудесный, и вот сейчас, конечно, поддержка нашим фабрикам, это то, что вот мы продолжаем сейчас комплектовать, пока такое затишье, слать на обработку, подготовку проектов, заказов, будущих, которые все фабрики сразу после карантина уже начнут осуществлять их производство, то есть, какую-то такую жизнь, и в общем, не мы, не Италия, я думаю, что, конечно, времена очень тяжелые, но все наладится, и надеемся, что все поправятся, и нормальное русло вернуться. Вот тут вот все наши фотокарчики, если кто у нас кого не знает, тут здесь очень много можно узнать. Вот 3D-модели, вот новые, мы пишем все объявления, что нового появляется, вот в свое время мы написали, например, 3D-модель, перейти в раздел, и вы по ссылке попадаете в 3D-модели, это уже, я просто к проектированию говорю. И еще раз хочу сказать, что у нашей Инстаграмы, Архи Студио Су, Архи Студио Нижнее, подчеркиваю, Су, Фейсбук, несколько страниц, и тоже информацию вот здесь можно найти, и у нас созданы линки, и по этим линкам на сайте вы можете перейти и подписаться на индивидуальные страницы нашим, сделанные и по фабрикам тоже, то есть кому какая информация интересна, будут получать от конкретной фабрики. Это очень важный сейчас инструмент, иногда, чтобы что-то не пропустить, мы, соответственно, ой, мы, соответственно, можем просто подписываться на тельные рассылки, мы здесь вот даем новости наши, вот что у нас там в фабрике, что мы делаем, и что происходит про наши архишколы постоянные, вот у нас тут о коллекциях из, которые были представлены в Париже, вот в том числе, например, капсулная коллекция Green Keys, вот тут красивые всякие мужчины, фотографии, можно посмотреть много интересного, и очень много фильмов, и можно еще свои фотографии еще посмотреть, потому что мы мероприятия снимаем и здесь тоже выкладываем. Вот, если есть какие-то вопросы, пишите нам в чат, или включайте микрофон, задавайте, я вас буду слышать, сейчас я переключусь на большой экран, видно теперь меня? Да-да-да. Да-да-да. Так, я вам хочу показать вот эту вот ссылку нашу, сейчас, секунду, Архи Студио Сум. Разверни. Так, разверну. Так, так видно, да? Потому что у меня отражение зеркальное, поэтому вот, Архи Студио Сум. Вот таким вот образом я это сделаю, вот, и подписавшись на этот Инстаграм, и, например, на страницу той же Ани Захаровой, страницы нашей фабричной, там, карта для Россия, для Российского публики, для Архи Студио Киев у нас есть и различные другие Инстаграмы, вот, пожалуйста, подписывайтесь и получайте наши новинки. И теперь те, у кого по Арте Венециана остались вопросы, или есть что-то там по новым патологам спросить, или что-то непонятное, или уже конкретно какие-то запросы, а, вы можете сейчас включить микрофон и мне задать, я транслирую вопросы и всем отвечу, или же написать нам вопросы по электронной почте или где угодно, ну, в электронной почте легче всего. Мой электронный адрес такой же, как и у всей Архи Студио, дамя на имя Архи Студио Су, логин Ирина, Ирина, собачка Архи Студио Су. Если вот по продукции арта Венецианской вам хочется мне задать вопрос, пишите мне, или же на нашу общую почту Архи Студио Архи Студио или сейчас спрашивайте. Ну, видимо, нет вопросов. Если живых вопросов нет, будем тогда рады видеть ваши вопросы и готовы на них отвечать и помогать комплектовать проекты. Спасибо всем за внимание. Спасибо, Ира. Спасибо.